В культурной жизни нашего города есть две особые даты. Это день рождения и день памяти Антона Павловича Чехова. По большому счету, мировую известность Таганрогу дало имя именно этого писателя, именно этого великого человека, поскольку творчество его принадлежит не только Таганрогу, не только России, всей мировой культуре. Антон Павлович прожил в своем родном городе почти половину своей недолгой жизни. 19,5 лет из 44. Семья сменила за годы проживания в городе 8 адресов, но не только 8 этих зданий, адресов связаны с именем Антона Павловича Чехова. Потому что на каждой улице старой части города есть дом или есть места, где бывали Чеховы, где бывали родители, где бывали дети Чеховых, где проживали их приятели, их знакомые. Чеховские места – это, конечно, и наша замечательная, знаменитая, старая депальдовская лестница и превосходный городской парк, а в те времена городской сад, старинный, кстати, с 1806 года существующий. И гимназия. Эту гимназию мужскую окончил в свое время Антон Павлович Чехов. И сегодня в этом здании располагается литературный музей Антона Чехова. Это и множество других мест нашего города, которые привлекают сюда туристов, привлекают любителей творчества Чехова. Антон Павлович, несмотря на некоторые колки высказывания в отношении родного города, все-таки очень тепло, я бы сказала, нежно и с благодарностью относился к месту своего рождения. «Делайте из меня для Таганрога все, что вы можете из меня делать». Вот так писал он в Таганрог Павлу Федоровичу Иорданову, когда тот предлагал Антону Павловичу участие в каких-то, как бы сегодня сказали, проектах. А проекты Антона Павловича – это и памятник Петру Первому, который планировали установить к 200-летию города. Лично Чехов договаривался со скульптором Монтокольским о выполнении этого памятника для Таганрога. Еще одним проектом Чехова можно считать и Таганрогскую библиотеку. Дело в том, что библиотека существовала в Таганроге еще с 1876 года. И сам писатель, будучи гимназистом, был читателем этой библиотеки. Он очень любил ходить и в читальный зал, и брал наверняка книги на дом. Но вот уже в 90-е годы, будучи знаменитым, Антон Павлович впервые начинает присылать огромные посылки с книгами для библиотеки родного города. И с Павлом Федоровичем Иордановым обсуждают вопрос о расширении библиотеки. Новое здание для городской библиотеки по проекту архитектора Шехтеля было построено уже после смерти Антона Павловича и торжественно открыто 17 января 1914 года. И еще один третий проект чеховский по совету Антона Павловича в Таганроге был открыт городской музей, датой основания которого считается 1898 год. Получил первоначальное имя Чехова. Но конкретно музеи чеховские появляются в Таганроге уже позже. И маленький домик Чехова, перед которым мы сейчас стоим, был открыт уже в советское время, в 1926 году. Сегодня это первый по времени открытие дом-музей у Чехова в нашей стране. А на усадьбе находится первое скульптурное изображение писателя в нашей стране. Данью памяти великого писателя со стороны его земляков является и замечательный театр, носящий имя Чехова, где идут сегодня постановки чеховских спектаклей. Конечно, таганрогцы знают, что это любимый театр Антона Павловича, тот самый театр, который зародил в его душе любовь к театральному действу. Ну и, конечно же, основная дань памяти – это те люди, те гости нашего города, которые приезжают в Таганрог, чтобы пройти по чеховским улицам, подышать чеховским воздухом, насладиться чеховской атмосферой. Это то, что продолжают читать произведения Антона Павловича на всех или почти на всех языках мира и продолжают смотреть спектакли во всех театрах, на всех мировых сценах. Все мы помним знаменитое высказывание нашего земляка. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Так давайте же пожелаем всего этого таганрожцам нашему любимому городу. Редактор субтитров А.Семкин